доброго 16 декабря надеюсь у вас все хорошо и давайте же посмотрим какие у нас сюрпризы нового дня сначала завтрак я немножечко привалила поэтому без тортиков хочется чего-то такого знаете мягкого и нежного это зефир зефир с яблоком и корицей вот такой зефир прям даже корицу на нем точечками видно прям правда пахнет яблоком с корицей что касается разбора сюрпризов предыдущих дней значит вот я попробовала это масло и вы знаете она мне действительно понравилось больше чем то что чем многое из того что я пробовала я сразу скажу что я не пробовал вот ни керастазы что-то у меня из разряда джон фрида может быть лореаль что такое здесь возможно из-за действительно высокого процента вот именно роганного масла в составе вместо сосулек и сопелек хотя он разглаживает она волосы она каким-то образом непонятным дает я не могу сказать объем но дает такую как будто увеличивать немножечко толщину волосы и волосы лежат лучше очень мне понравилось после одного применения буду пользоваться бутылочкой и если эффект будет сохраняться то действительно моим следующим средством для защиты и улучшения лучшего вида волос при укладке будет вот этот морганола тем более что в общем если не спешите дождаться скидок они бывают на регулярной основе то в принципе нет не такой уж она и дорогое очень мне понравилось если кто действительно думает попробовать попробуйте какой-то но не такое как другие это правда что касается лака вчерашнего дня посмотрите вот такой palm springs тут конечно вспышка прямо делает из него голливудскую звезду без пышки он поспокойней но все же в нем есть вот прекрасный как мне кажется баланс яркости и между яркостью и строгостью очень красивый лак я сразу вам скажу что вот у меня во первых растут руки вообще не из того места во вторых я крашу в темноте на весу и ну в общем как бы совсем не принадлежу я к сообществу на и уру вот ни в каком ни в каком ракурсе поэтому вот то что такой яркий лак так без проблем нанесся это большой ему плюс и с большим удовольствием буду его сегодня носить так что касается аромата вчерашнего дня им должен был быть люмьер от раша это люмьер который ну они сделали такой странный ход многие парфюмерные дома ведут себя странно у них был аромат люмьер не то чтобы старинные но выпущены ранее он был в таком пузатенько флаконе с такой лиловый лилово розоватый наверное крышечкой это был такой яркий туберозный цветочный аромат который я слышал только однажды из миниатюры но такое прям мощные классический в по моему восемьдесят четвертом году или может позже я предполагаю что позже они выпустили аромат с таким же названием но совершенно не имеющий ничего общего с предыдущим люмьером это розовый аромат свежие розы там есть нюансы я потом обязательно его еще раз поношу и расскажу вам про эти нюансы потому что в чем интересен чем интересен аромат что он один из тех мачков который говорит о том что мода ходит по спирали и мода на вот такие свежие и немножечко как я их называю монпансешные розы она уже была такие ароматы были сколько тоже в общем много лет назад вот и поношу еще раз обязательно расскажу почему не скажу вам о нем сейчас в подробностях потому что в общем я приболела и у меня есть такая смешная особенность парфюмерной странности или вообще просто странность я когда заболеваю я надеваю шерги я надеваю шерги я не ношу его в здоровом состоянии вообще не знаю почему для меня на меня он действует как знаете такая как сказать фантазийная смесь не то что он всем этим пахнет но как будто это рижский бальзам бальзам звездочка и вообще все какие-то полезные смолистые и терпкие вещи которые дают мне почувствовать себя лучше и речь не идет о болезни под на привязать как когда грипп когда ты там лежишь и совсем умираешь и у меня как правило я редко борела болела гриппом но у меня как побочный эффект от гриппа всегда на несколько дней пропадало обоняние это отвратительно потому что есть про вообще невкусно и вообще жить не интересно но нет а когда просто вот какая-то простуда и нужно попить много чая с медом и лимоном в общем поесть парацетамола и подождать то шерги в таких ситуациях мне очень помогает поэтому я вчера была в шерги и сегодня буду опять в шерги вот я вылечусь стану как огурец и уже тогда опять вернусь к наборчику раша и возможно поношу еще лимьер вам о нем расскажу у меня это такое знаете разнотравно смолисто терпковато медовое зелье которая вот помогает мне встать на ноги это был шерги и тиши стали рояльчиком стал ринге вот итак приступом к сюрпризам нового дня и так сюрпризы нового дня сегодня 16 число у нас достанем всю коробочку целиком ой какой звук 16 число это такой день когда кстати скажу что кисть вчерашнее мне очень понравилось покупать я бы такое не стало поскольку я не увлекаюсь косметикой как таковой модел энд к сам продукт что-то для бровей видимо какой-то карандаш для проверили какой-то сейчас очень модно множество всяческих разных продуктов цвета light и medium ну посмотрим что он себе представляет мне принципе для бровей вот эти палеточки герлен хватает за глаза ну посмотрю покажу вам потом подходит он или нет лично мне в общем я открыла этот карандаш очень мне было очень мне было любопытно что же на себя представляет вот такая на экране зеленоватая вещь ну не знаю честно сказать как бы такое какой-то цвет знаете с отливом в хаки так видимо старались уйти от рыжего что получился хаки но я конечно дальтоник но по моему моим глаз моим бровям это совсем не подойдет попробую в конце концов знаете почему зеленые брови походить тоже иногда бывает весело по новогоднему попробую может быть на бровях какой-то эффект более приличный но честно говоря сомневаюсь вы знаете очень смелый ход с попыткой в унифицированную коробку положить карандаш для бровей или какое-то в общем средство для бровей потому что но все-таки брови настолько тяжело долго люди себе подбирают всякие цвета чтобы вам отходило а тут на обстоятельства с муглым девушкам это вообще куда то есть и для блондинок для блондинок мне кажется холодного типа ну ладно в конце концов попробую эксперимент есть эксперимент хоть посмеюсь если что переходим к лаковому сюрпризу нового дня сегодня у нас 16 число нам чего-нибудь умное сегодня скажут why fit in when you were born to stand out анна вентур анна вентур сказала зачем пытаться с как бы смешаться с толпой если вы были рождены для того чтобы выделяться будьте если этим карандашом брови накрашу я точно буду деляться смотрите какой кайф глубоко фиолетово такой знаете фиолетово-вишневый лак называется rain supreme и с удовольствием я им завтра сегодня вечером накрашу завтра покажу обожаю такие лаки надеюсь что на ногтях он будет смотреться на грани знаете вот что мне нравится по моему все-таки первооткрывателем первопроходцем был rouge noir от шанель когда ты ломаешь голову видя этот лак на руках а черный он или там есть что-то еще другое вот обожаю такие лаки на грани черного но с ощутимым подтоном какого-то цвета вот очень красивый такой без блесток без всего очень хорошо а с удовольствием воспользуюсь в парфюмах нового дня у меня будет лечебные шарги надеюсь он не поможет и завтра я буду как огурец и готова к испытанию новых парфюмерных наборов это было все на сегодня хорошего вам дня и увидимся завтра